здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео сейчас я вам объясню что надо сделать в идеале для того чтобы свинка короче какие провести надо действия для свиноматки перед покрытием свиноматка в процессе когда она ходит супоростная ее нежелательно не глистовать никаких на ней из пил испытывать там мед препаратов не антибиотиков никаких не давать но все это может привести к прекращению скажем так супоростности для того чтобы допустим подготовить свиноматку к супоростности в идеале проглистовать перед тем как случить опять же во время овуляции когда она покрывается в это время тоже нежелательно у нее ослабляется иммунитет и свиноматка если ее начать травить может все это может отрицательно сказаться и на ней на потом короче мы возьмем сейчас и будем проглистовывать проглистовывать свиноматку отняли поросят у нее можно проглистовать если даже вы не видите там гельментов ни в навозе ни в отходах нигде это не говорит о том что их нет в идеале конечно лучше ее проглистовать самый простой способ альбиндазол альбиндазол как видите чайная ложка на 50 килограмм веса альбиндазол в порошке чем хорош тем что там передозировки практически ну не не будет не страшно передозировка если делать уколами допустим тут надо точно высчитывать вес в идеале взвешивать это сложно но хотя у кого наверно действует получше понадежнее но мы мы простым способом сейчас будем делать поэтому все очень просто значит одно из условий во первых утренняя кормежка в идеале в утреннюю кормежку добавить наш альбиндазол это первое условие второе условие никакого молока кисломолочных продуктов в этот день давать нельзя они просто-напросто сведут на нет действия нашего яда и элементы не погибли альбиндазол широкого спектра действия почитайте на нем есть описание там он действует на все виды элементов он используется и у крупно-рогатого скота и ну кого угодно нам свиньи птицы даже можно и коты собаки всех всех травят этим альбиндазол все классно такой нормальный препарат еще одно из условий утренняя кормежка и дозу уменьшить в половину ну то есть если мы даем допустим вот полную мыску я даю на раз я набрал в этот раз чтоб свинку прокормить половину мыски набрал хорошо в идеале чтобы дозировку точно рассчитать чтоб свинья была отдельно сидела если их там 7 10 штук тут сложнее будет потому как один может сожрать больше это не есть хорошо поэтому ну мне хорошо свиноматки я сейчас сделал уходов скрывай вперед и две чайные ложки фигачь свиноматка где-то у меня на килограмм 90 до 100 килограмм потому как ее поросятки приговорили и она фу илюха ну осторожней хоть сам не ешь его ты шо рано тебе еще взял весы в принципе давайте попробуем на весах бросим сейчас умерла и узнаем сколько же на все высыпать сколько у нас вообще грамм на 10 килограмм высыпаем две ложки это 13 грамм итак две чайные ложки альбиндазола на половину дозы еды которую обычным хорошо перемешиваем и мы знаете что еще в идеале сделать чтобы лучше съелась а ты давал сюда бмвд какие-нибудь буквально там ну щепотку бмвд бмвд конечно не лучше гораздо едят запах дает какой-то они но вкуснее и так буквально там для все хватит еще раз перемешать буквально жмение бмвд она свиноматка очень ну свинка очень хорошо выгрозит там вылежит и не останется все пойдет прок еще раз альбиндазол вот видите тут 10 процентный 100 грамм его 42 гривны стоил это очень недорого чайная ложка на 50 килограмм 10 тут сколько получится грамм если это 10 грамм 2 чайных ложки то тут у нас на 20 чайных ложек и вот это 20 это 10 10 свиней сможем обработать проглистовать взрослых свиней все давайте сейчас посмотрим как будет дальше все давай сам разберешься видите вот это у нас суслик 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 ваш бужгон хочет выскочить побегать но ему не светит свинка после опороса поросята ее высосали мы ее отняли от поросят ну и теперь будем готовить ее к покрытию для этого говорю мы сейчас проглистуем видите сразу чувствует запах и есть хорошо в принципе можно и вечером там никогда угодно корм дать в идеале чтобы конечно с утра утренний корм самая утренняя кормежка она получается грубо говоря прочистится кишечник за ночь а на утро у нее ну как раз полностью зарядится и наши гельменты получат нормальную дозу прихода и подвыздых все в принципе ничего сложного нет по таким не сложным способом подготавливаем свиноматку к следующим опоросом и обрабатываем ее антиглистовыми антиглистовым альбиндозолом нашим всего доброго подписывайся на канал ставьте лайки пишите комменты